Не знаю как вы, а я разных патронов повидал, в том числе и настоящий мусор. Тренируются с такими патронами ради экономии, но на соревнования такие брать, конечно, нельзя. Поэтому для тех, кто стреляет из ружья и даже собирает для себя гладкоствольные патроны, будет интересно узнать, какими патронами был выигран чемпионат мира по ружью, какие особенности они имеют в сравнении с обычными охотничьими патронами. Основатель компании Dissident Arms рассказал мне о том, как они сделали идеальный патрон для практической стрельбы. Из этого разговора даже я узнал новое в патронном деле для себя самого. Поскольку в США на наших соревнованиях мы всегда используем длинные 20-зарядные магазины, к патронам предъявляются особенные требования. Нам хотелось бы сделать такой патрон, который бы Dissident Arms напрямую рекомендовал стрелкам. Раньше нам приходилось говорить, вот есть несколько видов патронов, из которых мы рекомендуем патроны с такой-то навеской, с такой-то гильзой. И стрелкам тяжело было разобраться во всем этом. Теперь же у нас появилась возможность с большой компанией вместе создать из существующих компонентов самую оптимальную сборку из существующих комплектующих. У нас получилось сделать очень выносливый, качественный патрон, который отвечает всем запросам практической стрельбы, который устойчив к изменению температуры. Он надежно работает как при минусовых температурах, так и в условиях экстремальной жары, которая бывает в пустыне или там, где я живу, в Южном Техасе. И некоторые стрелки предпочитают оставлять патроны в специальных охлаждающих контейнерах. Мы не считаем это правильным. Патрон должен быть достаточно качественным, чтобы работать в любых температурных условиях. Перед тем, как узнать все детали американского рецепта, я приглашаю вас присоединиться к нашему телеграм-каналу, в который мы регулярно выкладываем всякие интересные вещи, которые не попадают на YouTube. Ссылка на канал в описании. Теперь сверху донизу. Эти патроны имеют так называемый ролл-кримп. Друзья, в этом моменте я попрошу вас помочь с переводом, потому что я не знаю, как этот вид вальцовки называется по-русски. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы используем традиционную 70-миллиметровую гильзу, произведенную из упругого полиэтилена. Подобный вид вальцовки более характерен для картриджа, но мы используем его на дроби. Используется пластиковый кружок, который распирает гильзу в передней части и не позволяет ей деформироваться. Контейнер, который мы используем для дроби, не представляет из себя какого-то технического новшества. Просто хороший, качественный контейнер. Этот контейнер используется еще в тех патронах, которые использовал Джош Фройлих. Высокая донса гильза сделана из латунированной стали. Латунированная сталь облегчает экстракцию гильзы и при этом меньше деформируется экстрактором. Вместе с тем, при завальцовке ролл-кримп после того, как гильза раскрывается, она не становится намного длиннее. Более длинная гильза сложнее экстрагируется из патронника, чем короткая. При более длинной гильзе выше шанс, что она при экстракции за что-то зацепится, заденет и нарушится экстракция. Также пустая гильза почти ничего не весит. И для экстракции полезно, чтобы донса было более тяжелым. В совокупности с более короткой гильзой это работает еще лучше. Также мы обращаем внимание на геометрию донса гильзы и ее общее качество. Потому что если там есть рампа, подъем и закраина не выражено, то выбрасыватель может срываться с этой закраины. Также имеет значение взаимодействие гильз при трении, чтобы одна гильза не увлекала другую. Размер, используемый в патроне дроби, 7,5. Навеска дроби 30 граммов. Да, это не самая легкая навеска, но это как раз то, что нужно нам для наших целей. Ружья Диссидент Армс хорошо справляются с отдачей. В такой конфигурации патроны прекрасно работают на нашем ружье, словно швейная машинка. Конечно, есть патроны с более легкой навеской, но они больше сделаны для того, чтобы использовать в ружьях с подствольными магазинами. Что-то вроде Бенелли. Я считаю, что на данный момент это лучший универсальный патрон, который покрывает буквально 100% всех задач при стрельбе дробью. Некоторые люди большое значение придают форме дробин. Как ты считаешь, какое значение имеет форма дробин для стрельбы из ружья? Да, вообще, я думаю, что форма дробин имеет значение. В то же время, то, как мы стреляем в Америке, в 99,9% случаев, для нас не имеет значения то, как именно ляжет дробь. То, какая будет осыпь, для нас совершенно не важно, поскольку у нас нет никаких бабок. Вероятно, что-то поменяется в будущем, и у нас станут использовать так называемые непоражаемые мишени. Но пока этого нет. С точки зрения образования осыпи, форма дробин может иметь определенное значение. Но если сильно при производстве заботиться формой дробин, то может оказаться, что патрон будет слишком дорогим. А мы стараемся сделать его более доступным. И поскольку мы знаем свои приоритеты, мы о форме дроби не заботимся. Ты действительно считаешь, что форма дроби влияет на осыпь? На всех наших дробовиках мы используем длинные чоки от компании Брайли. Такие длинные чоки у нас уже сразу встроены в ствол. И они сами по себе дают хорошую осыпь на разных патронах. Дробь влияет на образование осыпи. Но это дискуссионный вопрос. В какой степени действительно форма дробин влияет на конечную осыпь? Ну, скажем, для охотников, которые делают выстрелы на большую дистанцию, действительно, форма осыпи будет важна, поскольку они стараются избегать пробелов в этой осыпи. Или что-то подобное есть в стендовой стрельбе. Но здесь речь идет о стрельбе на дальней дистанции. В нашем случае стрельба ведется на 10-20 метров. Джош Фролик, как вы знаете, бывший чемпион мира по ружью, долгое время работал с компанией Федерал. С его помощью мы организовали встречу с представителями компаний, на которой присутствовали все инженеры и ответственные за производство лица. И несмотря на то, что это крупнейшая патронная компания в США, они с большим интересом выслушали нас относительно требований к патрону, к качеству, к его компонентам. Ранее им и уже был создан дизайн для разных стрелковых дисциплин. Несмотря на это, у них еще не было создано специальной серии патронов для практической стрельбы или для тригана. Есть стрелки, у которых собственные специфические требования, но они не были обобщены в единую систему требований, которые были бы универсальны для всех типов соревнований по практической стрельбе. Так называемый экшен-шутинг из ружья, который по смыслу и значению пересекается с практической стрельбой, не является большим видом спорта в США. Он только набирает обороты. Несмотря на то, что спорт сам по себе небольшой, но каждый отдельный стрелок в этом спорте выстреливает сотни или даже в тысячи раз больше патронов, чем обычный охотник. Поэтому в пропорциональном соотношении количество выстрелов, сделанных охотниками и стрелками экшен-шутинга, или практической стрельбы, можно считать вполне сопоставимыми. Итак, на встрече мы сказали, что патроны должны быть в первую очередь выносливыми. Их можно заряжать и разряжать. Их можно вдалбливать в магазин, и после того, как вы промахнулись и ударили патроном в шахту магазина, он все равно не деформируется, и после этого спокойно дошлется в патронник. Некоторые стрелки, если уронят патрон, уже ни за что не зарядят его второй раз. Мы же и отряхнули, вставили в магазин и стреляем дальше. На эти патроны можно хоть наступить, и потом зарядить их 15 раз, и они все равно будут нормально подаваться. Итак, они внимательно выслушали нас, после этого подобрали самые подходящие компоненты. В процессе создания патрона мы постоянно находились на связи, они присылали нам образцы для тестов, и мы вносили необходимые коррективы, с каждым разом повышая качество. Что является худшим врагом для дробовых патронов? Мягкость. Мягкость — это самая главная проблема для дробовых патронов. Помимо людей из нашей команды, еще шестеро одних из лучших стрелков в США использовали эти патроны в самых разных условиях, поскольку стрелки разбросаны по всем Соединенным Штатам. В том числе, заряжая их под тугой пружиной и оставляя на солнце, для того, чтобы проверить, насколько они подвержены деформации в результате нагрева. Например, патроны с мягкой тонкой гильзой при оставлении на солнце начинают приобретать овальную форму. Количество проблем с подачей и задержек с такими патронами возрастает кратно. Например, взять пистолетные патроны. При подаче из магазинов в патронник, благодаря форме самой пули, которая округлая, они проникают в патронник достаточно просто, и сама форма пули помогает это сделать. В гладкоствольных же патронах передняя часть словно обрезана, и здесь огромную роль начинает играть правильная завальцовка патрона и устойчивость к деформации. Жесткость и округлость пистолетной пули играет роль определенной рампы, а в ружейном патроне никакой такой рампы нет. При таких вводных необходимо соблюдать спецификации при производстве патронов. Мы видим, что даже у топовых производителей патронов полностью соответствуют спецификации только около 95% патронов. Остальные в той или иной мере отклоняются от этих спецификаций. Что уже говорить о патронах низкой ценовой категории, в которых половина, а может быть и 70% не соответствует изначальным спецификациям. Честно говоря, патроны средней ценовой категории вполне соответствуют запросам IPSC. А вот самые дешевые патроны пригодны, пожалуй, только для двухстволок или помповых ружей. Все потому, что патроны для ружей изначально были спроектированы, чтобы питаться из магазинов один за другим. Вот таким вот образом. А в полуавтоматах с магазинным питанием патроны лежат друг на друге, создавая давление, которое изначально не было запроектировано. Соответственно, патроны немного сминаются, что приводит к тому, что нос патрона смотрит вниз. И после этого они и подаются вниз, вместо того, чтобы подаваться вверх в сторону патронника. Мы называем это формой яйца. Задняя часть шире, передняя уже. И вот таким образом задержки возникают при извлечении патрона из магазина, на пути подачи его в патронник и при попадании в сам патронник. На этом чемпионате мира некоторые стрелки столкнулись с тем, что официальный патрон матча работал на их ружьях не очень хорошо. Верхний патрон при движении вперед взаимодействовал с нижним патроном и увлекаловал за собой, что тоже приводило к проблемам с подачей. С нашими патронами подобного не происходит, потому что они скользят друг по другу. Стреляя триган, мы используем 20-зарядные магазины. Никому в Америке дела нету до 10-зарядных магазинов. Иногда 12-зарядные магазины используются как дополнительный магазин или для того, чтобы сменить на пулю. Не думал об этом. Ведь на соревнованиях мы используем только 10-зарядные магазины. А вы используете 20-зарядные магазины. Сталкиваетесь с таким давлением пружины, которое действительно деформирует патроны. Те, кто стреляет с ружьями Dissident Arms, говорили, что оно работает со всеми патронами. Но, к сожалению, на этом матче, те, кто приобрел официальные патроны матча, тоже столкнулись с тем, что патроны и деформировались. Это при том, что при тренировках в их странах даже дешевые патроны работали с нашими ружьями. Но не здесь. Кстати, вызывает уважение то, что президент IPC Виталий Крючин упомянул об этой проблеме на церемонии награждения и принес извинения от лица IPC за те неудобства, которые были доставлены стрелкам. Я действительно сочувствую тем стрелкам, которые столкнулись с этой проблемой. И я не стану скрывать, что напрямую высказывал критику относительно качества патронов и подходил к представителям и прямо предъявлял претензии, указав им на те места, где действительно есть проблемы. Я подробно объяснил технический аспект проблемы и сказал другим стрелкам, чтобы они сражались за себя. И то, что президент IPC признал проблему и извинился перед стрелками, многого стоит. Главной проблемой на матче для американских стрелков было то, что в IPC используется картечь. А на американских соревнованиях либо она не используется совсем, либо она напрямую запрещена. Поэтому в Америке и нет запроса для спортивной картечи. С нашими патронами на матче все было бы идеально, если бы не картечный патрон. Мы выбрали определенный картечный патрон, и не все стрелки смогли проверить его на своих ружьях, стреляя впервые им только на матче. Что и привело к тому, что у некоторых этот патрон не перезаряжался. В национальной команде ни у кого проблем с картечью не было. Но у некоторых других стрелков недоставало энергии патрона для того, чтобы произвести цикл перезарядки должным образом. С качеством патрона проблем не было. А вот количество пороха для их ружей нужно было больше. Было другой выбор — использовать охотничью картечь с девятью картечными с большим количеством пороха. И на таких патронах часто бывают непрогнозируемые отрывы, которые могут прилететь в бабку. Вероятно, в будущем мы создадим специальный картечный патрон именно для целей спорта. Кстати, пулевые патроны, которые мы использовали на матче, отработали качественно. С подачей и с экстракцией проблем никаких не было. Но вот отдача была излишней, что мешало быстрому повторному выстрелу. Как оказалось, это не стало такой большой проблемой. Но дело в том, что в Америке доминирует производство охотничьих патронов, у которых свои требования для поражения добычи. Есть качественная картечь для самообороны. Так что следующий очевидный шаг — это сделать картечь для спортивных целей с небольшой отдачей, с надежной работой и прогнозируемой особью картечи. После матча стрелки сетовали, что им нужно тренировать картечь, поскольку с этим сталкиваются только в Европе. В IPC запрещено использовать так называемый «Flight Control» контейнер. Это такой специальный контейнер, который держит картечь вместе приблизительно на дистанции метр после выхода ствола. В отличие от обычного контейнера, который выпускает картечь мгновенно. При этом, честно сказать, я ни разу не замечал, чтобы кто-то проверял, использует кто-то такой незаконный контейнер или не использует. Но я знаю, что это запрещено, и поэтому мы «Flight Control» не используем. А вот то, что мы используем. Это картечный патрон Federal Ammo с низкой отдачей. И внутри мы используем так называемый буфер. Это крошка, сделанная из полиэтилена, которая делает выстрел более контролируемым, и осет меньше. Такое решение с полиэтиленовым буфером полностью соответствует правилам IPC. Что касается влияния низких температур, то в США мы использовали его в разных погодных условиях. Там, где мы тестировали холодной зимы, не бывает, поэтому мы использовали морозильник и клали патроны в морозильник. После заморозки патроны продолжают стрелять, но скорость заряда уменьшается. Скорость полета снаряда уменьшается в зависимости от того, какой именно порох используется. Но это значение не в разы, а на проценты. При этом следует обязательно обратить внимание на само оружие и на его смазку. При холодной температуре вязкие смазки приводят к тому, что оружие требует больше энергии для цикла перезарядки. Мы полностью отказались от вязких смазок и используем только легкое оружейное масло. И если вас забудет результат, то обязательно следует почистить ваше оружие перед соревнованиями. Для наших патронов мы выбрали скорость полета снарядов с небольшим запасом. Это 375 метров в секунду. Мы называем это гандикапом. Это позволяет даже в холодную погоду быть уверенным, что этот патрон будет работать. Мы стараемся избегать таких тонких, в кавычках, настроек, когда ружье работает только на 24 граммах, например. А при использовании 32 граммов гильза улетает в соседнюю галерею, а ружье чуть ли не разваливается. Нам такого не нужно. Мы стараемся выбирать средние значения по настройкам, чтобы вы могли для своего ружья купить патроны в любом ближайшем магазине, и они продолжали работать. Приоритетом является надежность работы, а не супермягкость. Пару слов о наших пулевых патронах. Мы используем сборку для охоты. И пуля у нас медная. Особенность в том, что пуля не утоплена, а выдвинута вперед, что само по себе поддерживает форму гильзы. Патроны, в которых пуля утоплена, для нас не подходят, поскольку передняя часть сминается. Мы постарались, чтобы при использовании нашей пули было меньше пороховых газов во время выстрела, чтобы не мешать стрелку целиться. В нашей сборке пороховых газов меньше, хотя они, безусловно, достаточно обильные, но меньше, чем с обычным патроном. И особенно это важно во влажном климате. Вот так мы поработали с облаком из пороховых газов. На соревнованиях в Штатах мы обычно не стреляем на точность. То есть в определенной степени на точность мы стреляем, но по достаточно большим стальным мишеням. То есть без зоны Альфа, Дельта, Чарли или Десятки. Есть только попал-не попал. У нас это называется нейтрализацией мишени. Качество, естественно, высокое, как у всей линейки Экшн. Мы используем 28-граммовую пулю и чуть больше пороха. Во-первых, траектория становится более настильной, и, во-вторых, из-за большего количества пороха работает лучше. Эта пуля дает экстремальную кучность. Если стрелять на кучность с упора на 100 метров, то в итоге группа будет размером с кулак. Возможно, такая кучность даже избыточна, поскольку из-за действий стрелка при стрельбе с рук отклонения будет гораздо больше. Очень сложно после выстрела стабилизироваться и выстрелить второй раз в ту же точку. В нашем стиле стрельбы на кучность в большей степени влияет мастерство стрелка, а не технические показатели пулевого патрона. К слову, на одном из матчей пришлось стрелять на 200 ярдов. Мы стреляли на нехарактерные для ружья 200 ярдов. Стрелять и попадать? Да, только двое стрелков из нашей команды поразили бонусные мишени на 200 ярдов. Да, вынес точку на три габарита выше мишени и попал. Продолжение следует...